Приветствую вас! Меня зовут Лилия Донскова и в этом видео я вам покажу, как зарегистрировать новичка в свою структуру в первую линию или не в первую. Сейчас разберемся. Захожу в личный кабинет. Сразу смотрите в левую часть, где выпадает разная менюшка и выбираем избранное. Чуть ниже, четвертый пункт, зарегистрировать нового консультанта. И вот вы уже оказались в анкете, которую нужно заполнить. Внести сюда нужно электронную почту, фамилия, имя, отчество, то есть то, что звездочка отмечена, это обязательные поля для заполнения. Серию номер паспорта не обязательно. Дату рождения вносим. Тут просто можно нажимать на стрелочку и выбирать какое число. Далее номер мобильного телефона, как показано в примере, через плюс 7. Далее мы вводим индекс, например, я введу сейчас свой индекс. И нам сразу предлагается такой же индекс. Нажимаем и он выберет, сразу заполнит поля, город, область и так далее. Останется ввести только улицу и квартиру. А вот здесь, смотрите, вы выбираете либо оставить, я являюсь спонсором, и тогда новичок будет у вас в первой линии. Либо второй вариант, вы нажимаете консультант моей структуры является спонсором. Тогда вам нужно будет ввести сюда номер консультанта. Я введу, например, номер. Тыкаю мышкой по свободному полю, у нас все обновляется, и я вижу, что спонсор будет Михаил Петрович Булавцев. То есть вы можете сюда ввести номер любого своего консультанта, которому вы хотите помочь построить команду. Но помните, что вы все равно остаетесь приглашающим спонсором, потому что регистрацию будете проводить из своего личного кабинета. Что это значит? То есть, если вы хотите участвовать в каких-то акциях, где мы копим спонсорские баллы и так далее, то этот новичок, даже если вы указываете, то есть отправляете его в команду к своему партнеру в глубину, все равно за все его заказы плюшки будете получать вы. Вот так по-простому вам объясню. Просто, чтобы вы знали, что вы ничего не теряете. Человек все равно будет у вас в команде, вы за него получите все, что вам полагается. И заодно поможете своему партнеру. И вам останется только выбрать, куда отправить активацию на e-mail или смс. Я рекомендую на электронную почту, чтобы приходило письмо. Там очень просто перейти по ссылке, надо будет новичку. И таким образом он пройдет активацию. И также ему нужно будет самому себе придумать пароль от личного кабинета. И, конечно же, его записать, чтобы не потерять. Все, нажимаете кнопочку зарегистрировать, и новичок оказывается у вас в структуре. Надеюсь, видео было полезное и понятное. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Желаю вам много регистраций, классных партнеров в команду. И до новых встреч! Всего доброго! Пока-пока!